Идея проведения Дня Героев Отечества принадлежит Международному Союзу Городов Героев – общественной организации, созданной после распада Советского Союза. Решением сессии Севастопольского городского совета 14 марта 2002 года установлена дата празднования Дня Героев Отечества – 16 апреля. Именно в этот день, в 1934 году, указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено звание Героя Советского Союза – знак высшего признания заслуг перед Отечеством. Всех людей мы сегодня честны, говорим большое спасибо военным, которые воевали за то, что они дали нам чистое небо, разгромили фашистскую нечисть и в настоящее время сохраняют верность с традициям. И эти люди как раз не дают тем, которые пытаются сегодня рассказать о войне что-то другое, чем было настоящее. Эти люди знают правду о войне, и те, кто трудился, знают правду, что такое труд. И знаете, есть такая пословица хорошая ходит, что медаль за бой и медаль за труд из одного металла рьют. Те, кто героически защищал наш город и те, кто восстанавливал его в послевоенные годы, стали почетными гостями торжественного вечера в Центре культуры и искусств. Призван вооруженные силы Красной Армии в феврале 1943 года, когда мне было 17,5 лет. И с этого периода началась моя жизнь, связанная прежде всего с воздушно-десантными войсками. В боевых действиях принимал участие летом 1944 года на Карельском фронте. Были сделаны плоты, на эти плоты чучела солдат. И вот в конце артиллерийской подготовки, за несколько минут до конца артподготовки, мы должны были первыми форсировать реку Швирь, толкая перед себя эти плоты с чучелами. В программе вечера выступления творческих коллективов города, патриотические мемориальные зарисовки. Со словами благодарности обратился к героям Советского Союза, героям социалистического труда и кавалерам орденов славы и труда заместитель командующего Черноморским флотом Российской Федерации Юрий Ореховский. Жизнь каждого из вас – это подвиг, это целая история. И мы должны, молодое поколение, сделать все для того, чтобы традиции, которые захладывались вами, успешно продолжались и в наши дни. Самые юные участники торжественного вечера, школьники, говорили о том, что возможность встретиться и пообщаться с героями Отечества очень важна для современной молодежи. Я хотела бы выразить очень большую благодарность нашим ветеранам. Спасибо им большое, поклон до земли, что мы живем в хорошем городе, в такой счастливой стране. Я стоял уже на посту номер один, я знаком с этим делом. И я понимаю всю ответственность за это, ведь наши ветераны – это наши идеалы, это те, которые сражались за нас и которые герои своей страны. На мой взгляд, нынешняя молодежь – только половина готова на подвиги. У них нет тех ценностей, которые есть и были у наших дедов и отцов. Я считаю, что только часть может совершить те же подвиги. А вот герои в молодое поколение верят. Подвиги в основном, на мой взгляд, совершает всегда молодежь. Молодежь, молодежь совершает. Помните, первую оборону Севастополя, вторую оборону Севастополя, многие эпизоды Великой Отечественной войны. Кто прежде всего совершал? Это комсомольцы, пацаны 18-20-20 лет. Они жертвовали собой для выполнения общей задачи. Поэтому место для подвига и на сегодняшний день для наших военнослужащих есть. Нашему городу есть, кем и чем гордиться. И у подрастающего поколения есть все шансы на светлое будущее. Ведь воспитываются ребята на достойном примере и не забывают истинных героев своей Родины. Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.